Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, недавно я записала видео, это видео я записала сразу после возвращения спаду, где меня подвело две вещи. Меня подвел мой макияж, который очень сильно потек, сместился, глаза у меня какие-то странные были, я уже это все на монтаже увидела. Потому что, когда ты смотришь на себя быстренько в зеркало, во-первых, ты не имеешь мимики на своем лице, ты просто спокойно на себя смотришь, и определенные вещи оценить не можешь. Именно поэтому я против вот этих всех макияжей, стрелок и так далее, и так далее. Даже когда мы умеем подводить, а тому макияжу, который потек, было 9 часов на момент съемки, то есть с утра я накрасилась, примерно в 3 начала записывать, в 3.30 я уже закончила. Соответственно, нет, я не в 9 накрасилась, я раньше накрасилась, конечно же, в 9 я уже в детском саду нахожусь. И, в общем-то, по этой причине я против макияжа, меня он много раз подводил, наверняка и вас подводит, но когда ты блогер, когда ты видишь себя со стороны, когда ты монтируешь, ты это можешь отследить. Ну и также меня подвела конкретно вот эта вещь, и могу сказать, что я подобные ситуации уже освещала в своем видео, я рассказывала, и, наверное, каждый раз буду выпускать видео накануне 8 марта, 23 февраля, празднование этих праздников, как правило, в России проходит в качестве застолья некоторого. Я много раз рассказывала, что если вы знаете, что, что называется, ваша вечеринка, тусовка ваша будет проходить в сидячем положении, то очень важно наверх ничего не надевать овер, нужно вот прямо-таки по максимуму обтянуться, потому что самое удачное сочетание для большого верха – это узкий низ, но наш узкий низ никто не увидит, а все увидят эти вот большие плечи, большие рукава, и хорошо, если мы рукавчики поднимем, все увидят наши тонкие запястья, тогда эффект от нашей массивной фигуры над столом, он несколько снивелируется, но многие могут забыть, либо рукава могут опуститься. Поэтому я, будучи блогером, совершенно точно сказала для себя, что я никогда не буду записывать в каких-то больших свитерах, тем более в свитерах овер плюс плотной вязки. Каким является этот свитер? Соответственно, не совершайте мои ошибки в ближайшее празднование 23 февраля, а также 8 марта. Но интересно было другое. Очень многие, увидев, что этот свитер на мне очень плохо сидит, я с вами полностью соглашусь, он плохо на мне сидел, потому что он очень-очень большой, даже не моего размера, возможно, это L, но он также очень плотный, то есть он вообще топорщится, и, кстати, пиджаки-то уже на записи топорщатся, если вы начинающий блогер, не записывайте в жакетах, пиджаках, потому что, когда вы садитесь, приподнимается все это, и потом не ложится так, как нужно, либо записывайте ваше видео стоя, тогда ваш пиджак, жакет будет очень классно смотреться так, как он смотрится в жизни. В особенности, я всегда говорю, все вещи смотрятся хорошо в движении, это очень важно помнить. Кстати, видео, где я рассказала об основных ошибках стилистических, которые мы часто совершаем, я тоже их совершала, это как раз-таки стоять в примерочной статичном, и оценивать себя вот прям-таки, вот мы руки опустили по швам, и смотрим на себя. Одежда играет по-новому, одежда играет и смотрится лучше, когда мы находимся в движении, это важно помнить. Так вот, сказали мне очень многие доброжелательницы, написали мне, Яна, ваши одежды, как всегда, с рынка так же смотрятся, тра-та-та-та-та-та, ужасная вышивка, и, в общем-то, вещь дешевая, из каких-то там далеких нулевых и так далее, мне написали, ну, много что было написано. Что хочу вам сказать, дорогие зрительницы, это видео я адресую прежде всего тем, кто, возможно, одевается на рынке, возможно, не имеет средств одеваться в других магазинах, в магазинах, возможно, таких магазинов других, даже того же самого масс-маркета в вашем городе просто нет, а, возможно, потому что вы свободная душа, и вам, в общем-то, понравилась вещь, вы увидели ее на рынке, купили на рынке, и все с вами хорошо, но вы можете себе позволить другую вещь, она понравилась вам в бутике Gucci, вы ее купили в бутике Gucci, надели, тоже у вас все прекрасно, еще лучше вы эти обе вещи замиксовали. Эта вещь, это стопроцентный верблюд, то есть это априори дорогая вещь, плюс у нее вот сюда нашита органза, то есть это шелковая органза, и на нее прикреплена вышивка, то есть это очень сложная работа, эту вещь нельзя стирать, эту вещь я когда-то купила, и давайте я скажу, что это дискварит, и дискварит очень часто делают подобные вещи, и я недавно себе свитер присмотрела, черный, просто черный, это такие вышивки, вышивки, такие бриллианты, искусственные стразы, все такое, пайетки очень-очень хочу купить себе, не знаю, если есть еще размер, посмотрю, но тоже очень плотная вязка, кстати, поэтому я могу быть красивой только на своей стрит-стайлах, а записывать в этом свитере совершенно точно знаю, не смогу. Чему я это рассказываю, дорогие зрительницы, подбираюсь к сути видео, к тому, что, как вы видите, очень часто, неважно, одеваемся мы на рынке, нам могут сказать, фу, ты одеваешься на рынке, и так далее, либо мы не одеваемся на рынке, нам тоже могут сказать, фу, ты одеваешься на рынке. О чем это говорит мне, как человеку, которому очень нравится красивая одежда, который при этом считает себя минималистом, мне это лично говорит о том, что нужно действительно следовать только своему вкусу, своему представлению, своей эстетике, безусловно, повышать свой градус насмотренности, безусловно, повышать свой градус фэшн-смелости, но совершенно не оборачиваться на то, что наш бюджет ограничен, либо не ограничен, в плане того, какую одежду мы себе можем позволить, потому что, повторюсь, всегда найдется человек, который скажет, что это у тебя пальтишком от смара, смотрится как с рынка, либо что это у тебя за свитерочек с рынка, ну сразу видно, что с рынка ты его, в общем-то, прикупила. Поэтому по большому счету, очень важно себе нравиться, как я и говорила в недавних видео, покраситься в блондинку, если хочется покраситься в блондинку, носить леопарды, если хочется носить леопарды. Кстати, я никогда не думала, что я надену анималистичный принт к лицу, и, возможно, в своих первых видео я даже рассказывала, что анималистичный принт к лицу, А также большое количество цветов, кружева и так далее У лица это то, что разбивает нам образ Но тем не менее, все сейчас все меняется И очень важно действительно быть лояльным Быть лояльным к самим себе И быть точно так же мобильным То есть ты поменял свое представление Какая-то твоя эстетика внутренняя изменилась Соответственно, почему бы Почему бы не носить то, что нравится Ну и в общем-то на этом все Больше добавить мне здесь нечего Всегда найдутся те, кто нас критикует Всегда найдутся те, кому мы будем нравиться Одеты из рынка И кто скажет, да, ты стильно выглядишь Можно я тебя сфотографирую И ты прямо-таки стрит-сталя На этом с вами прощаюсь Желаю всем хорошего настроения Хорошего самоощущения Это была Яна Скворцова Всем пока-пока 1, 2, 3 1, 2, 3 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok